Всем привет! Привет, друзья! С вами Валерия. Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас с вами видео будет такое небольшое распаковочка моих новых трех раскрасок. Трех раскрасочек по полоскам. Это первые полосочки в моей коллекции. До этого у меня таких раскрасок не было, я их не покупала. Если честно, я даже не знаю, как их рисовать. Будет ли это для меня антистрессом или наоборот какое-то занятие, которое начнет подбешивать, не знаю. Еще не пробовала. Но так как я поклонник японской анимации, фанат студии Дзифли, Хаяо Миядзаки, поэтому не смогла пройти мимо и не взять эти раскраски себе в коллекцию. У меня до этого были вот такие две книжечки. Это «Ветер в облаках» и «Вселенные Хаяо Миядзаки». Они у меня еще пустые, я их не рисовала, еще не начинала красить. Не знаю, конечно, когда к ним приступлю. Хочу, если честно, раскрашивать их гуашью, потому что я видела очень много красивых картинок, которые делают непосредственно иллюстраторы студии Дзифли, и в основном они рисуют гуашью. И здесь такие картинки, которые прям просятся для того, чтобы их раскрасить непосредственно этими красками. Здесь есть и пейзажи, и различные сцены из мультфильмов, картинки какие-то, кадры, поэтому мне кажется, что они прям подходят для таких насыщенных ярких и плотных красок. Ну вот они у меня пока ждут. Это «Вселенные Хаяо Миядзаки» и вот такая вот книжечка «Ветер в облаках». Здесь, конечно, листы не односторонняя печать, здесь с двух сторон картинки, и листы потоньше, чем в той первой книжечке. И здесь тоже акварель не подойдет, мне кажется, будет проливаться, пропечатываться. Эту книгу я также планирую раскрашивать непосредственно гуашью. Но пока они у меня не начатые, повторюсь, ждут своего часа, но очень рада, что такие две раскраски появились в моей коллекции. Здесь и «Тотера», и «Унесенные призраками», и «Ветер крепчает». И «Ведьмина служба доставки», «Ходячий замок Хаула», «Принцесса Мононоки». Конечно, стилизованные картинки, не кадры из мультфильмов, потому что персонажи все переделаны, но все равно я рада, что они у меня есть в коллекции. Это вот такие две раскраски у меня уже были, я вам их показывала до этого в покупках. Ну а сейчас посмотрим три полосочки. Три полосочки также анимешные, это «Ходячий замок», «Унесенные призраками» и «Мой сосед Тотера». Все, что было на просторах интернета, я все три взяла. Больше, к сожалению, по японской анимации я не нашла раскрасок, не видела их в продаже. Единственное, еще видела у одного блогера, не помню у кого из девчонок. Вставлю сюда скриншот, там раскраска по пикселям, кружочкам, полосочкам, спиралькам, но в продаже я ее не видела. Вроде говорят, что это распечатка. Ну а сейчас давайте их полистаем, все вместе посмотрим. Покупала я их на Валдберрис в районе 300 рублей одна, какая-то 250, какая-то 310, по-моему, ну вот в этих пределах. Все раскрасочки от одного издательства, это Flyprint, все три одного торгового дома. Не знаю, кто их печатает. Ну вот, все одинаковые. И в каждой пакетике, в каждой раскраске тут какой-то подарочек. Ну давайте посмотрим вот это, мой сосед Тотара. Здесь у нас что-то деревянное. А, дракончик, какая-то фанерная игрушечка, видимо, на елку. Ну это пойдет сыну, мне такое не особо интересно. И вот раскраска. Мой сосед Тотара. Раскраска антистресс по полоскам. Мятые листы, конечно, тут, видимо, при транспортировке помялись. Давайте посмотрим ответы. Так, у нас здесь Тотара, Мэйка, Тобусы. Просто персонажи. И непосредственно сцены из мультфильма. Я для таких раскрасок купила вот такие линеры. Еще ими не пользовалась, брала в магните. Порядка 150 рублей всего лишь. Файн линер. Делала выкраску, по-моему, я вам показывала их в покупках как-то. Но еще ими не рисовала. Вот такие яркие цвета. Тоненький наконечник, пишет тонко. Аккуратненько. Конкрас, я думаю, подойдут для таких вот раскрасок по полосочкам, по спиралькам. Вот для них. Ну, яркие цвета. Здесь 12 штук. Я думаю, какие-нибудь черные, синие, зеленые. Этими цветами буду пользоваться. Потому что желтый, боюсь, видно не будет. А что-нибудь вот из темного ряда, я думаю, для раскрасок пойдет. Вот такие вот линеры взяла. И давайте посмотрим дальше. Раскраска унесенные призраками. Здесь тоже у нас какой-то деревянный подарочек. Это какой-то котик. Кто это? Вот такая вот игрушечка. С котом. Кот Саймона, что ли, тоже на этот идет? На елку, наверное. Здесь у нас с вами несенные призраками. Вот такие иллюстрации. Хаку, Безлики, Тихиро, Ринсан, Юбаба, Дзениба, Дедушка Камази, Малыши. Хаку, превращенный в дракона. Речное божество. Тихиро и дракон Хаку. Красивые картинки. Думаю, интересно будет порисовать. Посмотреть, как оно получится. Такие вот полоски. Ну и третье. Здесь у нас ходячий замок. В этой раскраске фанерную игрушку не положили. Здесь есть открыточка. Петербургский ангел из Петербурга с любовью. Торговый дом Flyprint. Видимо, это питерское издательство. Отпечатано Flyprint в Санкт-Петербург. Ну да. 2023 год. Смотрим, здесь у нас ходячий замок. Какие ответы. Софи, Хаул, Мадам Салиман, Репка, Ведьма Пустоши, Софи Кальцифер. И одна картинка непосредственно ходячего замка. Но по сравнению с другими раскрасками, здесь больше как кадров из мультфильма. Не просто герои, а именно мультфильм нарезанный. Ну, посмотрим, как оно будет рисоваться. Так что, вот такие три полоски появились в моей коллекции. И пришло время опробовать эти раскраски и линеры. Так что, сейчас что-нибудь порисую. Ну, и я готова вам показать результаты. Для вас прошла одна секунда. Для меня пролетели целые сутки. Целые сутки, ровно день я раскрашивала эти картинки. Ну, скажу я вам так, прям тяжелое это занятие, эти полосочки. Мне, как новичку, который первый раз берет такие раскраски в руки, прям это очень тяжело удалось. Глаза в кучу, слезы текут. Так что, я даже не знаю, что это за хобби такое. Потому что, прям я намучилась. За сутки я раскрасила только две картинки. Третью раскраску, к сожалению, задействовать не успела. Давайте посмотрим результаты. В унесенных призраками я раскрашивала. Здесь первая картинка, безликий. Вот такая вот получилась по полосочкам. Конечно, не очень ровно, но старалась. Попугай у меня бесится. Вот, старалась, пыталась сделать красоту. Ну, мне понравилось то, что здесь я сделала фон одного цвета, а безликого непосредственно другого. Пользовалась вот этими вот двумя этими линерами. Вот такими, что я показывала в начале. И в раскраске мой сосед Тотора здесь раскрасила просто обычненькую картинку Сацуки, Мэй и Тотора. Это когда они стоят на остановке, идет дождь, ждут папу с работы, девочки. И пришел Тотора, открыл зонтик, и они все вместе ждали автобуса с папой. Так, Тема, а ну-ка тихо. И вот они все вместе ждали автобуса с папой после работы. Тимофей, прекращай. Вот, вот такие две раскраски у меня получились, вот такие две картинки. Эту, к сожалению, задействовать не получилось, не успела пока. Но это очень долгое занятие. Завидую белой завистью тем девчонкам, которые красят спиральки, красят полосочки просто тоннами за месяц. Для меня я понимаю, что это занятие, наверное, по одной картинке в месяц я буду делать, потому что уж очень тяжело это рисовать. У меня, конечно, какое-то странное двоякое ощущение, потому что, по сути, рисуются эти раскраски, эти картинки очень долго. Ну, вот, за сутки я сделала всего лишь две. И в то же самое время, ну, ты ничему не учишься. Ты просто, ну, рисуешь аккуратные линии. То есть за это время можно сделать реально полноценную иллюстрацию какой-то сюжетной картинки. И акварель, и карандашами можно сделать. А тут получается, что я за это время сделала только вот такие полоски. Они очень-очень отнимают много времени. И красить их с утра до вечера, ну, практически невозможно. Их очень тяжело. Их можно раскрасить одну картинку, там, полкартинки, и все, и отложить раскраску на неделю. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Я знаю, что я их буду красить, но буду красить там по одной картинке в месяц, наверное. Только чтобы, ну, продвигать эти раскраски. Но никак не антистресс. Знаю точно, что покупать такие я больше не буду. Ну, если, конечно, выйдут какие-то другие с любимыми моими японскими анимешками студии Дзибли, то, конечно, для коллекции брать буду. А как просто для пополнения ассортимента точечек, спиралек и полосочек, то нет. Это не мое хобби. Я уже это поняла. Это не мой вид творчества. Это очень тяжело мне дается с каким-то напрягом и явно не удовольствием. Ну вот, это были такие мои впечатления, ощущения. Вчера я уже швыряла эти карандаши лидеры и говорила, что я не буду это рисовать, потому что, ну, реально глаза у меня устают от этого. Вот, хотела поделиться с вами своими ощущениями, первыми впечатлениями от этих раскрасок. Вот такое начинание было. Наверное, еще придется начать все-таки ходячий замок, чтобы уже не лежали они все пустые. И в месяц по одной картинке рисовать буду. Ну, а всем большое спасибо за просмотр этого видео. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, оставляйте свои впечатления. Рассказывайте, как вам эти раскраски. Рисуйте вы спиральки, рисуйте полосочки или это тоже не ваше хобби. Будет очень интересно почитать. Спасибо еще раз всем, что были со мной. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, делитесь своими видео, выставляйте свои уже раскрашенные работы. А я всех благодарю и следующее видео будет уже очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...